Подработка студента – это гораздо шире, гораздо глубже, гораздо серьезнее, чем вы думаете. С вами канал «Она Австралия» и я, Александр Петров. Подработка – это возможность зарабатывать деньги, вы думаете, и, соответственно, поддерживать себя во время учебы, то есть оплачивать эту учебу, оплачивать ваше проживание, все ваши хотелки и желалки. И, в общем-то, зарабатывание на дальнейшую вашу миграцию в Австралию – все это так, но это не совсем так и это гораздо шире. Дело в том, что, когда вы выбираете себе подработку, я думаю, это надо делать заранее, гораздо раньше, чем вы приедете в страну, и мы делаем все для того, чтобы вы были к этому готовы, потому что подработка – подработки рознь. Есть грязные работы, на которые, ну, я не знаю, кроме каких-то физической нагрузки ничего делать не могут. В этом случае, да. Вы будете конкурировать с ними, и, вы знаете, они, в общем-то, работящие, и, соответственно, даже на этой нише не так легко. Особенно во времена, когда с работами, скажем так, не так весело и просто, как сейчас. Так вот, надо заранее побороться за место подработки, чтобы она была более-менее квалифицированной. Мы говорили о том, что очень многие квалификации на стройке – это то, что неплохо бы освоить. Соответственно, подготовьтесь к этому до того, как вы сюда приедете. Теперь смотрите, а ведь эти работы требуют определенного графика. Соответственно, вы работаете, допустим, официанткой, и то, где большинство моих студентов учатся, то есть на вечерних курсах, вам уже не подходит, вы вечером работаете. Соответственно, вам нужны утренние часы. Затем, если вы работаете нормальный, как мы называем, нормальный рабочий день, соответственно, учиться, вы можете только вечером, надо вечернее обучение выбирать. И давайте мы не будем говорить о том, что можно там не учиться, только проставляться. Без английского языка вам будет крайне сложно, а это основная программа, на которую вы приезжаете изначально. соответственно, постарайтесь все-таки не монтировать донятия. И я уже говорил, что это гораздо шире, чем просто посещение. Мы об этом уже говорили, но здесь и общение с другими людьми, выбор какого-то партнера духовного, душевного и телесного, и много что другое. Обмен опытом, обмен информацией, просто вообще изучение английского языка в классе и вне класса тоже. Поэтому ходить, в общем-то, надо. И локация тоже будет зависеть от места вашей работы. Если мы видим, что вы слишком далеко от сети, может быть, стоит выбрать другую работу, а может быть, стоит выбрать другое место обучения. К сожалению, вот второе не очень возможно. У нас по географии практически все умещается в сети, а в сети, собственно говоря, локация не так важна. Короче говоря, вам надо выбирать место работы так, чтобы это было в шаговой доступности до транспорта, а скорее всего, до электрички. Кстати, транспорт. В зависимости от вашей подработки вы выбираете вообще покупать вам авто или нет. Конечно, хорошая вещь куда-то съездить, но обычно все в сети. Если вы работаете официантом в каком-то кафе, вам платят достаточно достойные деньги и часы могут быть очень хорошие. Ну, например, с 12 до часу и до вечера. А еще суббота и воскресенье, когда обычно строитель не работает, а вы работаете. Деньги совпоставимые, по крайней мере, в начале. Вот тебе твоя работа и тут же недалеко колледж. Живешь, ну да, живешь ты, допустим, в 25 минутах езды на электричке. Зато ты живешь очень комфортно и очень дешево. Хотя иногда живешь дешево и в сети. Соответственно, все это будет влиять ваша подработка. Но самое главное, дорогие друзья, миграционный путь тоже зависит от вашей подработки. Подрабатываете вы плотником. Уже сколько было примеров для людей, особенно для пар, когда выбирались какие-то оборудовательные пути для женщин. А мужчина работал плотником и оставлял семью в Австралии. Я имею в виду, оставлял в иммиграционном плане. Не бросался в семью, конечно. А в иммиграционном плане они оставались в стране. Просто потому, что жена давала возможность ему учиться, работать в полный день, в полную загрузку. И именно такая работа, даже без надежды на спонсорство организации. Зачем? Три года фуллтайма с соответствующей сертификацией до этого, и ты получаешь свою заветную 190 визу спонсорства штата. А есть еще какие-то там региональные 491, 494 визы. Вообще есть несколько других типов виз, а не только 186-я. Ну и 186-я неплохо. Кстати, на будущее он тоже. 482-я не очень хорошая виза. Это рабочая, но это не иммиграционная виза. Подволяет просто набрать вам, зацепиться за Австралию и набрать вам опыта. Но то, что вы отдадите за эту визу, это сопоставимо с вашим обучением. Там 4 тысячи и там не меньше. Поэтому отсидеться лучше все-таки на визе партнера, то есть на визе вашей жены или мужа и, соответственно, зарабатывать. Таким образом, дорогие друзья, отнеситесь к серьезней подработке. Выбирайте варианты и готовьтесь к ним, потому что здесь уже не будет времени на раскачку. Здесь учеба, работа, пополнение бюджета, иммиграция и дальнейший светлый путь. И я желаю вам удачи. Я желаю вам самого главного подписки на этот канал и активности на этом канале, потому что ваша активность дает идеи для следующих роликов. И в том числе идеи, которую мне подсказали мои ребята. Сказали, да снимись ты на каких-то Harbour Bridge и Connie и Opera House. Ну, в общем-то, я это и выполняю. Большое спасибо и до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok